Грабитель-рецибилист смог на вертолете сбежать из тюрьмы, оборудованный современными системами защиты. Это произошло утром в воскресенье, 1 июля, сообщает ли Парисинь точка тюрьма, из которой был совершен побед. Располагается в городе Реоа, департамент Синаи-Мадна, примерно в 45 километрах от Парижа. По данным газеты, 46-летний Редуан Фаид, Реда и Нефаид, сбежал примерно в 11.30 утра. Ему при этом помогали трое вооруженных мужчин. Точка преступника выкрали из семейного блока, в котором находятся камеры для продолжительных встреч. Там заключенные могут встречаться с близкими без постоянного надзора. Как отмечается, именно до этой части тюрьмы нужно идти через внутренний двор, единственное место, где не натянута специальная антивертолетная сетка. Вертолет, с помощью которого выкрали Фаида, приземлился в муниципалитете Ганец, также неподалеку от Парижа. Оттуда злоумышленники уехали на машине, воздушное судно перед этим они подожгли изнутри. Как отмечается, вертолет был зарегистрирован в Бельгии.Фаид, один из самых известных преступников Франции. Он сын эмигранта, у него есть алджирские корни. Мужчина еще в 1990-х годах возглавлял банду, занимавшуюся вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998-м. Получил 30 лет тюрьмы, а через 10 лет вышел досрочно. В тюрьму он вернулся за нарушение условия освобождения.Мужчина был в апреле 2018-го приговорен к 25-му годам заключения за неудавшиеся ограбления 2010-го года, при котором погиб полицейский. Как отмечается, в 2013-м Фаид уже сбегал из другого исправительного учреждения. Тогда ему пришлось взять в заложники четырех охранников и подорвать пять ворот. Его задержали через полтора месяца. При этом в нынешней тюрьме его держали в изоляторе, но без специальных мироохран и точка больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня, подписывайся.